Всем привет на канале Молот! С вами Подпивкович и сегодня мы будем говорить о игре Insurgency Sandstorm. Очень тяжелое для произношения название, поэтому я впредь ее буду называть просто Insurga. Думаю никто в обиде не будет. Это видео было создано при поддержке Скелетона, за что ему огромное спасибо. Итак, поехали! Больше всего игра напоминает гибрид Call of Duty с Battlefield, Counter-Strike и немного побега из Тарка. Из Counter-Strike тут жесткий посекундный тайминг, из Battlefield и Колды режим захвата и удержания точек, с большим количеством второстепенных текстур и укрытий, наличие гранатометов и мин, а также вызов авиаподмоги и наличие автомобильного, пока только один вид, транспорта в виде пикапа со станковым пулеметом в кузове. Из побега из Таркова много видов ходового армейского оружия с различными отбесами, коллиматоры, оптика, компенсаторы, глушители, лазерные указатели, увеличенные магазины, броня и тому подобное. А также наклоны головы и оружия, открывание и выбивание дверей. Изюминкой игры является строго ограниченное количество очков, на которые набираешь себе экипировку перед боем. Чем круче броня, оружие и примочки к ним, тем больше цена, поэтому нужно тактически рассчитать, на что делать упор, на глушитель, броню, оптику или, например, гранаты. Также перед боем мы выбираем класс нашего персонажа, со своими особенностями и доступным вооружением. Так, допустим, у командира будет возможность запрашивать огневую поддержку с воздуха, а взрывник сможет использовать ракетные установки и гранатометы. И если вы вдруг ошиблись с выбором, то ничего страшного. Вы всегда можете сменить экипировку и класс вашего персонажа во время игры. Все виды амуниции изначально открыты у всех игроков и не требуют прокачки уровней, чтобы ими пользоваться. Просто распределяешь очки и берешь все, что твоя душа просит. В режиме рейтинговой игры многое оружия отсутствует, например, гранатометы, чтобы не было дисбаланса. Соответственно, и классов персонажей гораздо меньше. Доступное оружие имеет гораздо более высокую цену, поэтому тут надо куда тщательнее продумать, что тебе дороже, глушитель для кустов или броня для раша. Если в паблике можно запросто навесить на ствол и лазер, и оптику, и глушак, то в рейтинговой игре можно будет повесить либо один глушак, либо ручку с компенсатором, либо указку с оптикой. Ну или вообще бегать без брони голожопом, но с хорошей прокачанной пушкой. Настало время хардкорных фишек. Нет перекрестия в центре экрана, в автоматах и пистолетах не показывает точное количество патронов. Есть возможность глянуть только примерный уровень заполнения магазина, что требует времени, как в Таркове. Нет регенерации ХП. И что самое интересное для меня, нет возможности произвести смену магазина или дозарядку на бегу. Вот как происходит перезарядка оружия на бегу в Таркове. Смешно, согласны? В инсурге, если совершил какое-либо действие во время смены магазина, например прыжок, рывок вперед, приседания или наклон, персонаж закончит свою перезарядку ровно на том месте, где его грубо прервали. То есть если успел вытащить пустой магазин, но не успел вставить новый, останешься без патронов в автомате и не сможешь стрелять. Вон там, вон он. Блин, убил и опять не перезарядился. В голову в этой игре ваншоте с любого вида оружия. Стрельба в игре очень реалистичная. Если вы зажмете автоматический режим стрельбы, то вам будет очень непросто удержать прицел в области врага. Отдача у ствола достаточно серьезная. Я, если честно, такого ранее еще не встречал ни в одной игре. Но это, конечно, на любителя. Кому-то нужно и попроще. Ну а если вы решили стрелять от бедра, то тут все очень круто продумано. При такой стрельбе пули летят не в центр экрана, а хаотично. Ствол у оружия мотает в разные стороны достаточно сильно. Такие фишки, как перепрыгивание через препятствия и подкат на пятую точку во время бега, очень хороши и отлично вписываются в эту динамичную игру. Ну а допустим, вот такой момент с выбиванием дверей. Ебать. В реальности, конечно, наверное, не убьет, но фишка очень крутая. Кстати, может я умер из-за того, что меня до этого очень сильно потрепали. Гранаты можно задерживать в руке перед бросков, чтобы у противника не было шансов отбежать в укрытие. Если ваш персонаж попадает в дымовую завесу, то начинает сильно кашлять, пока вы не оденете противогаз. Все эти моменты доставляют просто уйму удовольствия и эмоций. Стены из крупнокалиберного оружия очень хорошо прошиваются, и эта фишка достаточно широко в игре используется. Далее переходим к уровням прокачки, которые в принципе нужны только, чтобы открывать новые шмотки, тюнингую своего бойца. Просто одежду поменять, очки, варежки, штаны и так далее. Надеюсь, что в дальнейшем в этом плане ничего не поменяется. Игра, на мой взгляд, доступна для любого игрока в плане скилла. Тут есть режим игры как совместный кооператив против ботов, Есть режимы, так сказать, толпы на толпу, где уровень одного игрока мало на что влияет. Ну и рейтинговые пвп бои, где уже будут упорные командные бои с тактикой и всеми вытекающими командными взаимодействиями. Оптимизация игры на высоком уровне. За то время, что я играл, не встречал ни существенных багов, ни просадок фпс, но, конечно же, по мелочам кое-что бывает. Да и графика, хоть и не на самом высшем уровне, но очень достойная для нашего времени. Поэтому пришло время подводить общий итог. Игра очень динамичная и увлекательная. При всей своей хардкорности и сложности доступна как любителям пвп, так и пве. Разве что нет отдельной кампании для соло прохождения. Но может еще не вечер. Поэтому всем тем, кто готов потратить тысячу рублей на игру, в которую вы точно наиграете немало часов, и получите массу положительных эмоций, подпивкович рекомендует. Отличные тактические командные бои с большим уклоном в реалистичность. Все это инсурга. Ну а я на этом откланиваюсь. Ставьте лайки и дизлайки, пишите ваши комментарии под этим видео, и не забывайте подписываться на канал. И прожимать колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео на канале. Всем добра! Давай, красава! Давай, красава! Давай, захватываем старенько! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok